С чего начинается Родина? Нас никому не отнять. От ближайшего моря на тысячу километров подмосковный центр православия. История, как известно, неистащима на парадоксы. Однако поговорим сначала с местными жителями. Просто в посаде в 1941 году формировалась первая ударная армия. И несколько дивизий было создано из моряков Тихоокеанского флота. Наверное, в честь них и была названа улица. Краснофлотская, потому что краснофлотцы здесь формировались в составе первой ударной армии, которая разромила немцев под Москвой во время войны. Ну вот, потому что Тихоокеанский флот прислал сюда своих моряков на битву за Москву в 1941. И, кстати, немцы их звали Черной Смертью, потому что они не снимали своих бушлатов. Хотя и была зима, и на снегу они были мишенями. Но честь она всегда дороже. Я знаю, что когда в 1941 году Гитлер подошел к Загорску, уже на 20 километров, это был обход Москвы с севера. Здесь была создана первая ударная армия. И вот, кстати, как раз карусель, которая собрана из брельефов, я их помню, они на кинотеатре «Мир» были, в котором как раз находился штаб первой ударной армии. И основным кулаком этой армии были моряки Тихоокеанского флота. Действительно, в истории Сергиева Посада, когда-то Загорска, есть страница, которая без сомнения в полной мере являет собой величие этого города, как одного из тех оплотов русского отечества, что ни раз и ни два сыграли ключевую роль в спасении вообще России как государства. В истории нашей Родины уже был не один факт, когда именно моряки являлись таким взрывателем, детонатором новых крупных стратегических операций. И такие 25 бригад были срочно созданы. В том числе и создана наша 84-я отдельная морская стрелковая бригада, косяком которой были Тихоокеанцы, моряки Амурской флотирии и курсанты, к чему которых принужало я, как же мои товарищи. В состав первой ударной армии на 1 декабря входили 8 стрелковых бригад, 12 лыжных батальонов, 701-й пушечный артиллерийский полк и 123-й танковый батальон. Всего один танковый батальон. Немцы взяли Яхрамово и форсировали канал, и захватили деревню. Вот эта деревня называется Перемилово. И вот эти все высоты называются, соответственно, Перемиловские. Дальше они пытались прорваться в сторону Загорска, но в это время из Загорска выдвинулась 56-я морская стрелковая бригада. И вот здесь недалеко Кирпичный завод, там три дня шли бои с переменным успехом. То немцы наши, то наши немцы. Дорога на Москву по восточному берегу канала по существу была открыта для врага. В распоряжении Кузнецова были лишь две стрелковые бригады, 73-й бронепоезд НКВД, Дмитровский строительный батальон и дивизион «Катюш» с одним боекомплектом. С этими силами Кузнецов решил нанести контрудар по прорвавшейся через канал Москва-Волга вражеской группировке войск. Он сам поставил им задачу и лично руководил боем. Сил было явно недостаточно. С наступлением темноты бой затих. Понеся значительные потери, наши бойцы отошли к исходным позициям. И сейчас, если вы поедете в эти окрестности, вы видите многие могилы, на которых сделаны из чугуна Бескозырки и Ленточки, Техоокеанский флот и Амурская флотина. Морские бригады формировались еще во времена итальянского похода Александра Васильевича Суворова и средиземноморского похода адмирала Ушакова Федора Федоровича. Тогда эти два гениальных полководца российских сошлись в едином мнении, что морские бригады являются великолепными воинами, патриотами. Очень интересный опыт был и в Великую Отечественную войну, связанную с морской бригадой. Так, 25 июня 1941 года, по сути дела это первые дни войны с фашистской Германией, в районе Лиепаи был сформирован достаточно быстро подразделение из 3000 человек моряков, которые приняли первые удары со стороны войск вермахта. С тех пор эти морские бригады в устах фашистов назывались либо черными дьяволами, либо полосатой смертью. В общем, всякая интерпретация была в их названии, но то, что они наводили страх на войска, это уже было доказано. Вот в районе той стелы, у которой мы останавливались, заняла оборону 64-я морская стрелковая бригада. Командовал бригадой полковник Чистяков. Значит, когда он прибыл инспектировать эту бригаду в начале, то он застал довольно-таки благодушную среди матросов обстановку. В снегу выкупаны были ямки какие-то там, поставлены пулемёты на какую-то корягу. Он сказал, почему не занимаете оборону? Потому что танки, он говорит, мы к костме ляжем, танки только по нашим трупам пройдут. Немцы этого и хотят, пройти по вашим трупам. И сейчас же копать окопы, занимать оборону. Второе. Матросскую форму снять, одеть в общевойсковые шинели. Потому что вы на белом снегу, как куры, стреляй на выбор. Некоторые матросы, как он говорит, плакали, снимая вот эти свои чёрные бушлаты. А рано утром, 29 ноября, части 29-й и 50-й стрелковых бригад внезапно перешли в атаку и ворвались на окраину села. Вражеская группировка была разбита и отброшена за канал. Серьёзная угроза, нависшая над столицей Севера, была ликвидирована. Так, в результате упорных боёв за Перемиловскую высоту, было положено начало освобождению подмосковной земли. Угроза захвата Загорска миновала. Если бы эта первая дарная армия опоздала хоть на неделю, с выдвижением вот сюда, на эти рубежи, на Перемиловскую высоту, на эту вот, и вот сюда, куда мы едем сейчас, может быть, немцы и Загорск взяли бы. 30 ноября разгорелся смертельный бой за деревню Языково. Во время артиллерийской подготовки моряки сняли шапки и надели бережно сохраняемые бескозырки. По сигналу красной ракеты батальоны капитанов Галяка и Гривцова поднялись в атаку. После первых же боёв гитлеровцы прозвали моряков «чёрной смертью». Да, они всё-таки были менее подготовлены в сухопутных делах, но у них было определённое преимущество в том, что они, когда призывались на службу, то они призывались, как правило, из городов, и были более подготовлены технически, более грамотные, и это сказывалось на быстром освоении ими любых технических средств, вооружений и военной техники, которые им предлагалось использовать для ведения боевых действий. Дали цитату Клочкова. «Отступать некуда по зовению Москва». Мы не отступали. Мы приехали, моряки, идти вперёд и не думать о том, что за нами Москва. Вперёд мы смотрели. Вот чем разница. Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием первого года войны. Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно похоронили фашистский план молниеносной войны и развеяли миф о непобедимости германской армии. Тот вклад, который внесли моряки в сухопутных операциях, он неоценим. И я надеюсь, что вот эта память, она сохранится и в литературе художественной, в поэзии, даже в названиях улиц. «Все деревья, которые здесь растут, посажены моими сверстниками. На субботники однажды вышли все жители рабочего посёлка и посадили канадские клёны, липы». Я знаю, чем руководствовался наш горком в те далёкие 50-е годы, когда называл нашу улицу Краснофлотская. Но я также знаю, что в 1941 году в городе Загорске, ныне Сергеев Посад, формировалась первая ударная армия. Которая на 30% состояла из моряков Тихоокеанского флота. И именно эти моряки встали на защиту Москвы в 1941 году. И хотелось бы думать, что улица Краснофлотская получила своё название в честь тех моряков. «Я не был в Москве в 1941 году, и я не увижу парада, как мимо Кремля шли с войны на войну танковые бригады. По первому снегу шли молча бойцы и грезили мною тобою. Шли мимо Кремля наши деды, отцы, готовя оружие к бою. Шли прямо с парада в решающий бой в глухие лесные землянки. Шли, чтобы закрыть пулемёты собой, с гранатой бросаться под танки. Я не был в Москве в 1941 году. Всё это я слышал от деда, как мимо Кремля шла с войны на войну. Наша святая победа!» И вот тот самый исторический парадокс. На самом деле улица Краснофлотская носит своё гордое название в честь «Подумать только!» Двадцатилетие шефствования комсомола над Балтийским флотом. Именно такое вот событие должна была хранить в памяти потомков одна из уютных улиц Сергиева Посада. В действительности же, по какому-то святому промыслу, увековечила она своим именем беззаветный подвиг русских моряков, отчаянных паладинов без козырок, отдавших жизнь за честь и свободу шестой части Земли с названием кратким «Русь».